Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите программу «Преображение» в студии Наталья Драчева. Коротко о главных темах нашего выпуска. В День народного единства в Челябинске прошел общегородской молебен. Верующие собрались возле Христорождественского собора. В Адегитринском монастыре отметили престольный праздник. Храм обители освящен в честь иконы всех скорбящих радостей. Молебен перед Табынской иконой Богородицы совершил правящий архиерей. За богослужением молились парламентарии России и Беларуси. Южноуральцы встретили День народного единства и праздник Казанской иконы Божией Матери. Торжественная литургия прошла в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. Митрополит Челябинский Мяский Алексий совершил литургию в праздник Казанской иконы Божией Матери в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. Праздник Казанской иконы Божией Матери верующие отмечают в году дважды. День 4 ноября установлен в честь важного события российской истории – освобождение Москвы от польских оккупантов в 1612 году. Согласно церковному преданию, чудотворный образ Пресвятой Богородицы прислали из Казани в ополчении Минина и Пожарского. Русский народ и воины наложили на себя трехдневный пост, обратились к Господу и Его Пречистой Матери за помощью. Их молитва была услышана. Преподобный Сергий также является во сне, не во сне, а наяву, святителю Арсению Элосонскому, который, подобно патриарху Ирмогену, был заключен в темнице, находился в Кремле, под гнетом поляка, был тяжело болен. И вот в свете неизреченном предстал преподобный игумен земли русской и сказал ему, что нашими и вашими молитвами суд об Отечестве нашим предстательством Богоматери приложен на милость. И что завтра же Москва будет освобождена от захватчиков. И действительно, 4 ноября по новому стилю Китай-Город был освобожден ополчением. В своей проповеди митрополит Алексей поздравил прихожан. Архипастер отметил, что после того, как ополчение под руководством Казьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву, в России утвердилась новая царствующая династия Романовых. Это дает надежду, отметил правящий архиерей, что покров Матери Божией постоянно пребывает над нашим Отечеством. Мы с вами должны тоже обратить свои взоры и свои молитвы к Божьей Матери. И просить ее о том, чтобы она сохраняла народ наше Отечество наше, людей наших, веру православную. И чтобы вела всех нас по пути к спасению. Для Свято-Семеновского кафедрального собора праздник Казанской иконы Божьей Матери престольный. В честь этого образа освящен южный предел храма. 4 ноября на площади перед новым кафедральным собором Рождества Христова состоялся общегородской молебен. Богослужение возглавил митрополит Челябинский и Миасский Алексей. В день Казанской иконы Божьей Матери Челябинск накрыл сильнейший снегопад. Но стойкие южноуральцы пришли на общегородской молебен. Сегодня у меня день рождения. Я родилась в этот день замечательный под покровом Божьей Матери. Поэтому для меня особо значимо быть здесь, молиться перед иконой Казанской Божьей Матери. Ну и, конечно же, попросить о здоровье, благополучии своих близких. Ну и сегодня в первую очередь помолиться об этом, о том, чтобы у нас в стране все сложилось благополучно. Все наши беспокойства закончились, и Божья Матерь нас не оставляла своим покровом. Молебен проходил возле Христорождественского собора. Под его внушительными стенами собрались священнослужители Челябинской митрополии, прихожане разных храмов, ученики православной гимназии, жители микрорайона. Кто-то впервые увидел новый кафедральный собор вблизи. Удивительное впечатление и ощущение. Издалека он прекрасен, но вблизи он заряжает какой-то, я не знаю, прям энергией, силой такой, что ух! Ну глобальный, глобальный. Вообще он глобальная масштаба строения для Челябинска. И тоже вот как праздник, я говорил, главный для России, а для Челябинска это главное строение теперь. Наша визитная карточка. Митрополит Челябинский и Миаский Алексей сразу подбодрил челябинцев, которые не побоялись собраться в такую непогоду. Я призываю всех нас, давайте мы сейчас вознесем крепкую молитву Царицы Небесной и попросим ее о том, чтобы она хранила Россию, наше Отечество, чтобы она хранила наших воинов, которые сейчас подстаивают правду Божию на полях сражений, чтобы нас всех умудрила и объединила, чтобы мы все делали для того, чтобы Россия была великой, славной и несла правду всему миру. Будем молиться Царицы Небесной. Духовенство совершило молебен перед Казанской иконой Божией Матери. Этот старинный образ находится в Свято-Семеновском кафедральном соборе. Звучали прошения о неспослании помощи Божией нашему Отечеству, российскому воинству и властям. После молебна секретарь Челябинской епархии протеерей Игорь Шестаков напомнил верующим, что Царица Небесная помогла русскому народу одолеть иноземных захватчиков в 1612 году. Освобождать Москву ополчение Минина и Пожарского шло с оружием в руках и Казанской иконой Богородицы. Это была духовная победа, потому что они, пришедшие с оружием в руках и с иконой Божией Матери над своими полками, увидели, как навстречу им вышли священнослужители, немногие оставшиеся из Московского Кремля с иконой Божией Матери Владимирская. И в этот день, когда встретились две великие русские святыни, а мы знаем с вами, дорогие братья и сестры, Россия – это дом Пресвятой Богородицы, и она осеняет нашу землю своим благодатным покровом. В этот день все русские люди уже поняли – смута будет преодолена. Во время богослужения беспрерывно шел густой мокрый снег. Владыка Алексей поблагодарил горожан за то, что даже в таких условиях они собрались на совместную молитву. Мы все уверены, что Господь услышал нашу молитву, потому что по евангельскому слову, где двое или трое собраны во имя мою, так и я посвятен в них. Вы видите, как можно сделать совместными усилиями. Вы видите, как меняется наш город, наша область, какой прекрасный кафедральный собор строится в нашем городе, как события, которые, казалось бы, трагичные, непростые, но они объединяют всех нас. И мы знаем, что в наших храмах наши верующие, наши прихожане объединились. Объединились в молитве об Отечестве, объединились в желании помочь нашим воинам, объединились в том, чтобы сделать все, чтобы победа была за нами. Правящий архиерей еще раз поздравил собравшихся с праздником и пожелал, чтобы покров Царицы Небесной покрывал верующих на всех жизненных путях. Еще один праздник Пресвятой Богородицы отметили в Адегитревском женском монастыре. Храм обители освящен в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радость. 6 ноября сестры и прихожане встречали правящего архиерея. Митрополит Челябинский Мяский Алексей возглавил престольный праздник в Адегитревском монастыре. 6 ноября праздновался День иконы Божией Матери всех скорбящих радость. Храм женской обители посвящен этому образу. Храм в Ленинском районе Челябинска принадлежал Адегитревскому монастырю еще до революции. Он был построен в 1864 году и освящен в честь святителя Николая. Изначально находился на монастырской заимке и, конечно, тогда не был рассчитан на то количество верующих, что собирается в нем сейчас. В центре города у обители были два других вместительных храма. При советской власти их снесли. Никольскую церковь перестроили и вернули православным только в 1996 году. За два года челябинские верующие восстановили храм. 6 ноября 1999 года владыка Иов осветил его в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радость. Теперь Матерь Божия – небесная покровительница и заступница насельниц женского монастыря, который был возрожден здесь в 2015 году. Сестры во главе с игуменей Евсевией Лобановой бережно хранят память о монахинях закрытой обители. Проповедь владыка Алексей посвятил теме духовной радости. «Нам часто кажется, отметил архипастырь, что радости нам в жизни не хватает. Но мы просто не видим, сколько милости и благодеяний Господь, Его Матерь и весь горний мир оказывают людям, где Дух Господень, там свобода, радость и спасение». После богослужения во дворе прихожан и гостей престольного праздника ждало чаепитие. 9 ноября митрополит Челябинский и Миасский Алексей совершил молебен перед Табынской иконой Божией Матери в Свято-Семеновском кафедральном соборе. На богослужении присутствовали члены комиссии по информационной политике Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Митрополит Челябинский и Миасский Алексей совершил молебен перед Табынской иконой Божией Матери в Свято-Семеновском кафедральном соборе. На богослужении присутствовали члены комиссии по информационной политике Парламентского собрания Союза Беларуси и России. В Челябинске пройдет заседание комиссии. До начала работы депутаты и сенаторы двух государств молились перед чудотворным старинным образом Богородицы. Сенатор Маргарита Павлова подчеркнула, что парламентарии обсудят информационные угрозы русскому православному миру. В современных условиях, уверена член Совета Федерации, мы должны вернуться к традиционным ценностям нашей культуры и духовному наследию. Русская православная церковь здесь играет, конечно, ключевую роль, потому что с начала специальной военной операции до начала специальной военной операции наши православные священники, они демонстрировали стойкость духа и как раз таки предупреждали о тех ментальных угрозах, которые неизбежно движутся на нашу страну. И сейчас просто эти вещи стали более очевидными с началом боевых действий. И безусловно, наша задача сохранить нашу страну для наших детей, для того, чтобы у нас было будущее. В завершении молебна правящий архиерей провозгласил многолетие народам двух государств воинству, а также президенту России Владимиру Путину и президенту Белоруссии Александру Лукашенко. На сего сердца рады приветствовать вас здесь, в нашем кафедральном соборе города Челябинска, где мы сейчас совершили молебен перед началом форума российско-белорусского. И, конечно, сейчас мы совершали молитву о наших братских народах и о успешном деле, в котором вы приступаете. После богослужения члены комиссии по информационной политике парламентского собрания Союза Белоруссии и России отправились на заседание. Какие события происходят в Челябинской епархии, расскажет телеграм-канал «Православие на Южном Урале». Подпишитесь на него, и вы будете оперативно узнавать все новости. На этом, дорогие телезрители, наша программа завершена. Всего вам самого доброго. До встречи.